Сегодня повышение заработной платы медицинских работников – это миф и мираж всероссийского масштаба. И повышение заработной платы медицинских работников, к нашему с вами общему сожалению, присутствует только лишь в отчетах. И главные врачи лечебных учреждений, не те, которые связаны с ковидом, обычные муниципальные больницы, клиники, поликлиники, они вынуждены прибегать к разным самым ухищрениям для того, чтобы сохранить своих работников и так далее. Вы все об этом знаете, вам пишут тоже об этом ваши избиратели, в частности, они персонал, регистратуру переводят в гардеробщики, они объединяют отделения, увольняют санитаров. Ну что я вам буду рассказывать, полагаю, вы все это знаете. И мы все с вами помним, я вынуждена еще раз напомнить, что майские указы президента содержали требования, чтобы зарплаты врачей и преподавателей вузов были не ниже 200% от средней заработной платы по региону. А заработная плата среднего и младшего медицинского персонала, учителей и воспитателей не ниже средней заработной платы региону. Ну а что мы видим, что вот, например, по итогам 2018 года майские указы достигли целевых показателей зарплаты бюджетников лишь в 16 регионах. В 2019 году по младшему медицинскому персоналу 48 регионов не достигли целей по росту заработной платы. И даже там, где зарплаты медиков повышают, это происходит, сносит сокращение остального медицинского персонала и оптимизация бюджетных учреждений. В результате, по данным Росстата, в 2013-2019 году младший медицинский персонал у нас с вами сокращен на 61,3%. Социальные работники сокращены почти на 33%. То есть даже когда зарплата растет, с ней растут и переработки всех оставшихся. И спросите врачей, многие вынуждены работать на две ставки, и мы понимаем, что это влечет и к увеличению количества врачебных ошибок. Все это усугубляет жесточайший дефицит кадров в здравоохранении. Не особенно это ярко заметно в не очень популярных у выпускников медицинских вузов специальностей. Это в тезиаторы, патологоанатомы, ревматологи. Также мы обращаем ваше внимание на то, что децентрализация системы оплаты труда, которая началась в 2008 году, она привела к тому, что на самом деле мы имеем картину, которую сегодня наблюдаем. А до этого момента, вы знаете, существовала единая тарифная сетка с 17 уровнями базовых окладов. И еще немножко цифр. В 2017 году опросили медиков по всей стране было лишь 3% медицинских работников, которые были удовлетворены своей заработной платой. В 2021 году лишь 9% вообще россиян довольны своей зарплатой. Вот о чем нам с вами необходимо говорить, что вот если бы майские указы президента выполнялись на 100%, а не на бумаге, в реальности мы бы, конечно, этих унизительных цифр и такого настроения у наших с вами избирателей не увидели. Ну, можно много рассуждать об источниках, где мы с вами можем найти дополнительные средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников медицинских учреждений образования. Разные предложения звучат. Ну, уважаемые коллеги, давайте все вместе вот в рамках подготовки к рассмотрению бюджету 2022 года эти источники поищем. Вот все вместе. Потому что я не думаю, что здесь кто-то против повышения заработной платы тем людям, которые учат наших с вами детей и лечат наших с вами родных. И я бы хотела сказать, что, конечно, вот в 2008 году, повторюсь, изменилась система заработной платы. По рекомендациям счетной палаты, значит, сейчас правительство работает над новой системой оплаты труда, но работает уже полтора года. Сейчас опять перенесли на май следующего года, и нам бы все-таки хотелось увидеть, в каком направлении они продвигаются. Поэтому я думаю, что необходимо было бы нам с вами, вот сейчас прозвучало, что комитет по контролю и регламенту рассмотрит заключение счетной палаты на предмет исполнения бюджета 2020 года, вынесли рекомендации. Давайте мы с вами еще на правительственном часе рассмотрим конкретно вопрос заработной платы, а также об эффективности исполнения государственных программ. Об этом сегодня вот много спрашивают и много говорят, но посмотрите, если мы откроем с вами приложение, то очень много в приложениях, вот, например, к сводному докладу мы видим нет данных, нет данных, нет данных. И поэтому, по сути, это на самом деле держение, кассовое движение средств, которое на качество исполнения тех или иных программ мы с вами на сегодняшний день оценить не имеем возможности. И вообще, если речь зашла о счетной палате, здесь хотелось бы отметить, пользуясь присутствием Алексея Леонидовича, что заключения очень информативные, они помогают работать, и действительно все материалы, которые расположены на вашем сайте, они очень, ну, как бы, я рекомендую их всех прочтению, не только вот депутатам. Ну, надо сказать, что бюджет, исполнение которого мы рассматриваем сейчас, он принимался предыдущим созывом нашей партии, фракции «Новые люди» от созывов тогда не было, под контролем там седьмого созыва исполнялось, поэтому мы больше нацелены, конечно, на работу с бюджетом 22-го года, и, соответственно, в эту работу уже включились. И напомню, что у нашей партии есть такое предложение ввести единую федеральную оплату в размере 75 тысяч рублей на одну педагогическую ставку, и снова и снова мы повторяем, что мы, «Новые люди», настаиваем на том, чтобы бюрократический пресс, под которым сейчас находятся медицинские работники и педагогические работники, необходимо снижать, и пути решения для этого есть. Спасибо. Фонд национального благосостояния и бюджетного правила. Нам говорили и продолжают говорить о том, что давайте ликвидируем кубышку, потратим эти деньги, увеличив социальные обязательства государства. Но вот начался 2020 год. Одновременно пришла пандемия с ее тратами, и резко упала цена на нефть на мировом рынке. И я утверждаю, что если бы не фонд национального благосостояния и бюджетное правило, мы столкнулись бы с катастрофой. Доходы наши бюджета, мы видим это из документа, упали на 10%, а расходы выросли более чем на 16%. И при этом все социальные обязательства исполнялись как часы, в том числе новые, введенные по инициативе президента. Все социальные выплаты выплачивались. Почему? Потому что суть бюджетного правила. Цена на нефть выше точки отсечения, деньги складываются туда. Но когда цена на нефть падает, средства поступают из ФНБ и финансируются с колес все социальные обязательства государства. Именно поэтому, принимая бюджет, мы каждый раз говорим, уверенно говорим, при любой экономической погоде мы все социальные обязательства выполним. ФНБ сыграла еще одну важную роль. Она обеспечила финансовую устойчивость нашей системы. А это позволило правительству, в том числе и путем заимствования, а кто даст банкроту деньги в долг, в том числе и путем заимствования, привлечь колоссальные средства на строительство и переоборудование больниц, на выплаты врачам, на выпуск медицинского оборудования, на приобретение необходимых бесплатных лекарств. Все это сработало. Безусловно, и для президента, и для правительства, и для нас важнейшей задачей была помощь людям и поддержка экономики. И мы направили на это беспрецедентные средства.